Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Как понять, чего я на самом деле хочу и научиться делать выбор? Понять, чего вы на самом деле хотите, достаточно легко, если, например, следовать своим чувствам. Если, например, не подвергать сомнению ваши чувства. Вот именно то, что вы чувствуете. То есть вы всегда чувствуете, приятно ли вам то или иное. Вы всегда чувствуете, нравится ли вам то или иное. Или нет. Вот. Ну вы, вы всегда можете это почувствовать, вы всегда можете это ощутить, всегда. Это... По-другому просто не бывает. Вот. Но... Вопрос заключается в том, что вы это игнорируете. и... Считаете, что надо важнее, чем хочу? И... Вот это, наверное, самый такой... Главный... Момент. Что для вас... Надо... Важнее, чем хочу. И... Собственно... Именно из этого... Именно в это, точнее, все упирается... Именно в это упирается вся ваша проблематика. А... Значит... Когда-то... А... В детстве... Эээ... Хочу было... Более... Таким... Эээ... Ну... Актуальным. Эээ... В детстве хочу было более... Ээээ... Эээ... Естественным. Вот. И... Просто с возрастом... Вы... Эээ... Вот, собственно, начали чувствовать, да? Что... Надо... Оно... Более важно. Надо... Оно... Более... Ценно. И... Стали... Ему... Ему... Следовать. Вот. Хотя... Его... Важность... Эээ... Именно... Именно... Важность... Эээ... Эээ... Надо... Не возросла. Вот. То есть... Эээ... По... Эээ... 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 Тоже, что вы хотите... Тоже, что вы хотите... Ээээ.. В пользу... Того, что вам... Надо... Стали отдавать... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... который я хотел бы вам задать. Вопрос. Это почему? Почему вы стали отдавать приоритет именно тому, что надо, а не тому, что вы хотите? Дальше. Значит, как научиться делать выбор? Выбор, научиться делать выбор можно через принятие ответственности. То есть, если вы не боитесь тех последствий, которые неизменно последуют за любым принятым решением, если вы готовы, значит, извлекать опыт из негативных последствий вашего выбора. Если вы готовы делать из этого опыта выводы для того, чтобы, условно говоря, не повторять их, не повторять свои ошибки, то выбор становится сделать очень легко. Очень-очень-очень легко. Настолько, что вы сами удивитесь. Сами удивитесь тому, насколько легко становится в таком случае делать выбор. Вот. Но если вы не желаете принимать ответственность за свои решения, если вы не желаете негативного опыта, если вы боитесь ошибок, если вы боитесь того, что, ну, что-то произойдет, да, вот вы, там, как-то поступите, определенным образом каким-то поступите, и после этого, после того, как вы определенным образом поступите, будет негативный результат, и вы этого негативного результата боитесь, то выбор в таком случае будет очень сложно, практически невозможно, потому что абсолютно у любого выбора будет своя негативная сторона, которая для вас, если мы говорим об этом в таком разрезе, для вас будет неприемлемой. Дальше. Вспоминаю себя влечь с нас. Понимаю, что было легко решить, выбрать, куда хочу, боюсь, что делать, с кем хочу встречаться. Сейчас мне бы не 20 лет, но больше делаю как надо. А все хочу, уже не понимаю. Смотрите, а для чего вы делаете как надо? То есть, зачем вы делаете как надо? Да, ведь вы снова и снова выбираете такой вектор своего поведения, снова и снова. Почему? Но почему? Почему вы выбираете именно такой вектор своего поведения? Не другой. Вы выбираете не по-другому себя вести. Вы выбираете именно делать то, что надо. Почему? С чем связано такое решение? Повторюсь, именно с чем оно связано. То есть, на чем основывается ваш выбор. Ваш выбор именно в этом направлении. Дальше. Так, насчет выбора. Я понимаю, что даже ничего не выбираю, я уже делаю выбор. Но я не об этом. Нет, почему? Это именно так. Да, вы ничего не выбирая, вы делаете выбор. Это может быть кажется игрой слов, но это правда, это правда, да. Я всегда очень долго думаю, прежде чем что-то решить, именно что-то решится. Здесь, я так полагаю, здесь есть страх ошибки. Вы боитесь ошибиться. И я бы здесь обратил, конечно, внимание именно на вот то, как вы воспринимаете ошибки. Как вы относитесь к своим ошибкам. То есть, ну, пожалуйста, насколько вы, к примеру, вообще допускаете, ну, важность, да, насколько вы допускаете, допускаете важность, насколько вы допускаете значимость своих ошибок. Вот, считаете ли вы их допустимыми в принципе? Не считаете ли вы их допустимыми? Если не считаете допустимыми, то почему не считаете допустимыми? То есть, вот это то, в каком направлении, я думаю, вам можно и нужно, собственно говоря, двигаться. Дальше, иногда, так ничего и не делая, я жду, что все решится само собой. Опять же, это ваш выбор, и выбор связан с тем, что, а, вероятно, вы чувствуете запрет, запрет на то, чтобы поступить так, как вам хочется, и поэтому вы ничего не делаете, потому что, типа, как поступить, как хочу поступить я не могу, а как надо поступать я не хочу. И все, и, соответственно, лучше ничего не делать. Это такое вот депрессивное состояние, получается. С одной стороны, а с другой стороны, вы, может быть, может, боитесь ошибок. И вот, когда, если мы говорим о первом, да, о депрессивном состоянии и о том, что его составляет, то мы вполне можем говорить о влиянии именно родительских, именно императивных каких-то догм в вашей психике. А, так, значит, кое-что на самом деле решается, да, возникает вопрос, за это ли я хотел, а вот в чем вы сомневаетесь? То есть, вопрос ваш, он звучит, как такое, знаете, ну, как, вопрос звучит, как некое сомнение, да? Давайте вот, давайте так скажем, что вопрос звучит, как некое сомнение, а того ли я хотел, а то ли мне было нужно вообще, вообще. А к тому ли я, ну, собственно, стремилась вообще, да, вот, и если вопрос ставится таким образом, если вопрос ставится так, то, ну, понятно, что речь идет исключительно о сомнениях, это понятно. Вопрос заключается в том, на самом деле, а что за сомнения? То есть, означают ли, например, ваши сомнения то, что вам, ну, хотелось бы всего-то другого, например. Например. Обначают ли ваши сомнения то, что вы нуждаетесь в чем-то, ну, в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то другом? Понимаете? Вот. То есть, это, вот, по сути, те моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. внимание, как, ну, как мне кажется, вот, и уже из этого, ну, исходить, как бы, да, вот. Понимаете, о чем, о чем, ну, о чем идет речь. Вот. Дальше. 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 Так. Значит. Если все-то в другом не решается, то не хватает уверенности, верной себе ответственности для принятия решения. Ну, смотрите. Здесь очень интересная, на мой взгляд, история, очень интересная история в том смысле. Что? А вы, значит, пишите про, ну, про сомнения, вы пишите про сомнения, ну, сомнения в себе, вы пишите. Да. А? Но в чем эти, эти сомнения, эти сомнения вы, выключаются, конкретно? Да? А? В чем, опять же, конкретно, вы не уверены, да? Вот. А если вы не уверены, то почему вы в этом не уверены? И если речь идет об ответственности, да, то что такого страшного? Для вас в том, чтобы ее на себя взять, что такого страшного, что такого ужасного, что такого негативного в том, чтобы ее принять на себя. Да. Это ответственность. То есть, что-то вас там, ну, пугает, да. Что-то вам, может быть, не нравится. Что-то, может быть, для вас тяжело. Тяжело. Вот. То есть, мне кажется, что, а в этом, ну, в этом смысле, можно с этим поработать, да? Можно это поисследовать. Можно. Вот. Такая вот история. В принципе, то, что я мог бы вам ответить. Да. То, что я мог бы вам сказать. Вот. То, что я мог бы вам продемонстрировать. Вот. И, соответственно, вероятность, что мы с вами уже как-то, ну, встречались, уже работали. Я, ну, отвечал вам на вопрос, на вас, вероятно, вероятно, отвечал на вопрос. Потому что, есть у меня такое ощущение, что, ну, знакомо, знакомо, ваше имя, ну, ваше имя, ваше имя мне знакомо. Вот. Но это, конечно, не точно. У вас есть вопросы, и их нужно решать, но это не те вопросы, которые, эм, эм, можно, можно решить, эм, вот, в каком формате, в формате, в вопрос-ответов. Вот. А, ну, публично, да. Вот. Вот. Вот это запрос именно, скорее, индивидуальной консультации, ну, индивидуальной работой, но не публичного свойства. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...